Что нужно сделать, чтобы она была идеально чистая? То есть мы передаем слово компании БАС. Да, спасибо, добрый день еще раз, коллеги. Ну, в принципе, я всегда придерживаюсь мнения о здоровом теле, здоровый дух. Хоть и представляю средства химической защиты нашей жизни. Я, наверное, буду слышно без микрофона. Хоть и представляю, скажем так, химическую компанию, средства защиты, в частности, капусты. Но, тем не менее, изначально технология удобрения, семена, поли, уход. И, как бы, в конечном итоге, к сожалению, не можем обойтись и без химической защиты растений. Это гербициды, которые помогают нам держать чистые наши поля. И фунгициды и инсектициды. Из гербицидов компания БАС представляет бутизан 400-й на белокочанной капусте с дозировкой 1,75-2,5. То есть интегрированное внесение. Можно в два прихода. Можно применять разово в зависимости от засорения ваших посевов. В принципе, такие два технологических момента. Часто задаваемые вопросы, можно ли использовать бутизан на посевной капусте. В принципе, регистрации у компании БАС нет. Но из практики люди применяют, и все нормально. Единственный момент, как я уже не раз оговаривал, это капуста должна взойти. Взойти, проклюнуться. То есть посеяли, замочили, проклюнули, тогда вносим гербицид. Если будет по-другому, в принципе, могут быть проблемы для всходов капусты. На рассадной капусте никаких проблем. Посадили, капуста 5-7 дней прижилась. Вносим гербицид. Можем разово, можем дробно. Для бутизанов 400 и других его форм очень важно полив. То есть влажная почва полили, внесли под дождь, в дождь. Чем больше влаги, тем лучше будет работать гербицид. В принципе, теоретически и практически можно вносить при необходимости до начала формирования головки. Если у вас есть такая необходимость... То есть когда головка начинает уже формироваться в кучку, в принципе, тогда уже прекращаем внесение, потому что будет сказываться и на саму капусту, и, в принципе, сорняки перерастут и уже не будет эффективности по бутизанах по контролю. Ну и, в принципе, по фунгицидной защите. У нас представлены здесь зарегистрированный ровраль. Контактный фунгицид, который, в принципе, наверное, единственный обладает бактерицидным свойством. То есть он работает по серой, белой гнили, альтернарии, рассе мучнистой. Прекрасно их контролирует. И, в принципе, можно им работать на закладку перед хранением. За 20-30 дней обрабатываем наши капусты. И если они в нормальном, хорошем состоянии, будем иметь хороший пролонгированный период в хранилище состояния хорошей капусты. И сейчас расширяет компания регистрацию нашего продукта Сигнума, который набирает обороты, в принципе, в овощеводстве. Тоже системный продукт. Два действующих вещества. Баскалит и перокластрабин, которые позволяют и тоже бороться с серой, белой гнилью, с лечебным эффектом. И за 20 дней перед закладкой уборкой на закладку на хранение тоже обрабатываем, выжидаем, 20 дней снимаем. И практически до весны капуста находится в очень хорошем состоянии. Коллеги по Виннице, наверное, года три назад был опыт обработали. Цены не было, наверное, года три назад у нас. Капуста пооставалась в полях. Три или четыре, наверное, назад. Четыре, наверное, назад. Обработали. Половину поля обработали, половину бросили, не обрабатывали. Потом зашли, собрали в кучи и так и побросали. Никто ее не купил. Так что потом весной пришли на ту капусту, где обработанная, она вроде бы только вчера была срезанная. Не обработанная, конечно, похуже была однозначно. Так что, в принципе, классный продукт. С хорошим тоже патрицицитным действием. И будет расширение регистрации в 17-м году уже и на капусте. И на томатах планируем, на капусте будет в частности. Ну, и с инсектицидов компания БАС представлена двумя мощными, тремя, можно сказать. Это Би-58 и Фастак, которые фосфорорганика и перетроют в своем смесивом составе. Дополняют друг друга. Фастак работает хорошо в таких прохладных условиях. От плюс 5, 15 это оптимальные для него условия работы. Ну, и Би-58 это фосфорорганика, которая работает от 20 до 25 градусов. В смеси эти продукты являются очень хорошим, мощным смесивым компонентом. Борьба и совка, и трипс, и, скажем так, другие вредители. Есть еще продукт на молву. Альтернатива, скажем так, рост регуляторам, в частности, и карагенам, потому что очень часто, очень много мы применяем, зачастую приходится применять в прямой последовательности одни и те же самые действующие вещества. Мы не рекомендуем, в принципе, все химические компании больше двух раз в прямой последовательности, не фунгициды, не инсектициды, для того, чтобы не вырабатывалась резистентность. Есть у нас на молву, рост регулятор, тоже феромонные ловушечки. Работаем по личинке, по яйцу. На молву единственное не трогает взрослую особь. Ну, бабочка, она, вы с ней будете тяжело контролировать, потому что она прилетела, отложила яйца и улетела. С ней бороться бесполезно, надо бороться с личинкой и с яйцом. С этим справляется на молву, небольшие дозировки от 0,3 до 0,5 литров на гектар, и прекрасный результат, вы можете здесь тоже увидеть, этот результат. И плюс это, как бы, чередование тех продуктов, которые идут в силовобороте. Еще один важный момент, тоже остановлюсь, мы с коллегами буквально недавно обсуждали, вот на поле вода. Большим, скажем так, для капусты является, если вы работаете до смыкания головки, 300-400 литров идти, то когда начинают листья смыкаться в головку, надо уходить в 600-800 литров. Какие классные не были инсектициды, фунгициды, для капусты нужно прилипать или вода. Это очень важно, и тогда, конечно, надо учитывать pH воды, концентрацию, ну, такие моменты, которые будут уже регулироваться в период обработки. Ну, в частности, вот, вкратце, в двух словах так, если есть какие-то вопросы, задавайте, я или мои коллеги с удовольствием ответим. Когда мы уходим, допустим, на 600 литров, там работает та же норма препарата в литрах, образно сказать, или там концентрацию растворов все-таки надо увеличивать в сравнении с 400 литров? Я, скажем так, больше склоняюсь увеличивать, но это по каких продуктах? Если по инсектицидах можно идти той рекомендованной дозой на гектар, если по фунгицидах, то, в принципе, лучше, если это не системники, да, выдерживать концентрацию. По концентрациях очень спорный, давний вопрос. Я, в принципе, мы очень много испытывали на виноградниках. Обычно, вот, Крым, когда был наш, Массандра, конечно, на виноградниках большие дозировки воды, людям хочется меньшими дозировками, но работать по концентрации. К сожалению, заходили из трех лет опыта, которые мы проводили, концентрация не оправдала себя. То есть, с пониженными дозировками воды, но с выдерживанием по концентрации препаратов не дали. То есть, пока год был мягкий, не жесткий, один год вроде бы вышли плюс-минус на хороший результат. Те годы, предыдущие и последующие, просто показали не-не. То есть, надо давать воду и надо давать продукт. И, скажем так, с трипсом бороться, просто хорошим продуктом, это мало. И, в принципе, второй момент, когда мы хотим дать удобрение, листовую подкормку, фунгицид и инсектицид, соответственно, и давая 400-350-400 литров воды, мы можем делать ожоги, мы заменяем культуру в стресс. И она потом, пока выйдет с этого стресса, понятно, теряет и урожай, и движение. И, соответственно, и мы не получаем тот результат, который хочется получить. В принципе, при увеличении на этом, может количество компонентов добавляться? Да, да, да. Если чем больше воды, тем больше мы можем позволить себе намешать. В принципе, правильное утверждение, что 200 литров это максимум три компонента, да? Смотря каких. Опять же. Да. Если... Ну, есть несовместимость, это понятно. Нет, ну, тут, в принципе, хилатные удобрения, они вообще хотят 250-300 литров, и с ними нельзя фосфорораннику мешать. Если это фенгициды, то, в принципе, наши, в принципе, басовские, они плюс-минус 250-300 литров воды идут нормально. Если даже вот взять последний наш Орвега, который, может, слышали где на семинарах, на овощной группе картофель, лук, томат, он позволяет за счет своей формуляции уже 250 уходить даже в 200-250 и меньше. Но это тоже я не призываю идти в нижнее. Вода это тот потенциал, который мы можем дать. Плюс микроклимат, если капля, это микроклимат от, скажем так, для капусты, умывания ее. И третий момент, вы смотрите, с каждым годом клещ. Капуста, переходит перец, баклажаны, цибуля и уже капуста. Вроде бы 2-3 года назад я бы сказал, что на клещ не обращайте внимания, его там единичные плюс-минус присутствуют. Сейчас в этом году его уже процентов 10-15 было на капусте. Мы просто не обращаем внимания. Это же самое паутиный? Да, совершенно верно. Паутиный клещ, мы на него не обращаем внимания, а очень много листа, он уже присутствует как сопрофит. То есть уже где-то на подсознании на него надо обращать внимание. Он делает дырочки, мелочь вроде бы. Ну и испарение всех этих наших процессов. И плюс, когда мы будем давать воду 800-600, мы его будем смывать, мы его будем контролировать. Каждых 10 дней мы будем его... А когда мы просто 300 заходим при жаре, ну 25-27 как минимум, соответственно, мы не даем тот результат, который бы хотелось. То есть не жалейте пока на воде. Слава Богу, у нас она еще есть. И лучше дать достаточно воды и иметь результат. Паутиный клещ, по воде больше те влияет на гербициды или на фунгициды? Смотрите, все практически во многих компаниях, если прописывается паутиный клещ, то там есть роль. Если не прописывается паутиный клещ, например, басовские, ну и не только басовские, они тестируются от паутина 4,5 до паутина 7,5. То есть если вот в этих пределах паутина нормальная, значит, в принципе, там не будет снижения. Если уже от 7,5 жёсткая вода или ниже там вообще в щёлочь, то, конечно, будут уже... Я вообще говорю, если жёсткая вода и если щёлочь, то будут концентрированы уже растворы, соответственно. Если... Ну, надо эти моменты тогда... Если со скважины, если с открытых водоемов, дощики, например, проходят, люди звонят, не размешивается препарат. То есть делается тут, например, сигнум. Я им говорю, при нормальной воде он даже в килограмме. Килограмм сигнума размешивается в литре воды. Без проблем ничего. Если он уже слипается, значит, есть или жёсткость, или паутина воды. Смотрите. Да, действительно, брали с открытого водоёма после дождичка. Все металлы всё туда смылось, они качнули воду, и, соответственно, все продукты посворачивались в... Ну, вот так. Я извиняюсь, передам, если есть слово, скажем так, вопросы, отвечу без вопросов. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.